ТНТ Саратов ТНТ Саратов ТНТ Саратов ТНТ Саратов ТНТ Саратов ТНТ Саратов ТНТ ТНТ Саратов ТНТ 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 По словам экспертов, администрация города поздно разыграла контракт на ремонт дворов, а дальше как снежный ком. Большинство субподрядчиков отказались браться за работу. Строители клали асфальт в ноябре, когда уже было холодно. По словам жителей, видно было даже, что строители клали асфальт руками. За свою работу организация получила чуть больше миллиона рублей. Все проблемы должны быть исправлены по гарантии. Губернатор дал срок до 1 мая. Спасибо, это был Станислав Ивашенко. Он рассказал о визите губернатора Валерия Радаева в Заводской район. 90% саратовских дорог не соответствуют нормативам. Эти данные озвучили в правительстве России. Федеральные средства массовой информации неоднократно высмеивали городскую администрацию за качество работ. Многие дороги едва смогли пережить зиму. Тема актуальна и по сей день. Саратовцы не перестают жаловаться на отсутствие нормального асфальта. Резко по этому поводу высказываются и депутаты Государственной Думы. Например, Олег Грищенко заявил, что руководство города перешло к принципам ложной экономии. После этой зимы саратовцы увидели, что уложенный в прошлом году асфальт уже покрылся ямами. Они возмущены и считают, что деньги украли. А ведь прошлым летом депутаты Гордумы от Единой России напоминали городским чиновникам, что средства надо использовать рационально и лучше отремонтировать меньше дорог, зато качественно, с использованием надежных современных материалов. За дешевизны гоняться себе дороже. Об этом еще Пушкин предупреждал. За такое отношение к работе придется нести ответственность и свалить ее на кого-то не получится. Потребители против газовиков. Дело дошло до суда. В Саратове разгорелся скандал из-за счетчиков на голубое топливо. Якобы на некоторых моделях отсутствует необходимое клеймо. Представители газовой компании уверены, что виноваты абоненты, а те, в свою очередь, ссылаются на заводской брак. Надежда Новикова попыталась разобраться в газовой проблеме, которая может обернуться общественным взрывом. Клейма на нем нет, так сказали контролеры хозяйки этого газового счетчика Елене Кузнецовой. И после проверки выставили ей долг в 30 тысяч рублей. Прибор, установленный по всем правилам, прослужил всего два с половиной года. После визита контролеров Елена отнесла его на экспертизу, которая подтвердила то, что счетчик не вскрывали, и он в рабочем состоянии. Женщина вступила в переписку с заводом-изготовителем и его представителями в Саратове. Ответ был таков. Они написали, что мог быть выпущен производителем без оттиска клейма поверителем. То есть они даже, то есть никто не видел это клеймо. Ни в одном акте газовой компании это не указано, что клеймо было. То есть доказательств нету, что оно было. Была замазка что-то. Вот даже если мы посмотрим на коробку, то есть здесь вот тоже какое-то углубление просто вот на этом. Это мастика. Что с ней могло случиться при наших погодных условиях? У нас то дождь, то минус, то плюс. После этого случая завод-изготовитель стал выпускать счетчики, заменив мастику на алюминий. Но в газовой компании во все тонкости вникать не стали. Для них явно одно. Счетчик без клейма – это нарушение. И по закону все хозяева с проблемными приборами должны заплатить сполна. И это не обсуждается. При проверке некоторых счетчиков газа марки СГД-3Т, контролеры газового хозяйства общества зафиксировали отсутствие отиска клейма-поверителя на мастичной пломбе в пломбировочной чаше отчетного устройства. Руководствуясь требованием правил 549, поставщик газа произвел расчет размера плата за газ, исходя из действующих формативов потребления природного газа. Случай Елены в Саратове не уникальный. В некоторых семьях таким образом в платежках появился долг за голубое топливо в 100 тысяч рублей. Теперь им грозит отключение газа. Поэтому свою невиновность пострадавшие готовы отстаивать до последнего. По некоторым данным, в Саратове 2000 пострадавших от таких счетчиков. Областная прокуратура оказалась на их стороне и постановила задолженность снять. Но несмотря на это, ни один суд пострадавшие пока еще не выиграли. Ближайшее заседание состоится уже на следующей неделе. Надежда Новикова, Игорь Шуширин, Новости, Телеобъектив. Болезнь, разрушающая изнутри. В области больше тысячи человек страдают от рассеянного склероза. Несколько пациентов обратились в нашу редакцию с просьбой о помощи. Им не выдают положенные лекарства. Вылечиться от нетуга невозможно. Но поддерживающая терапия позволяет оставаться на ногах. Екатерина Молчанская пообщалась с чиновниками из Министерства здравоохранения и узнала, что они думают о сложившейся ситуации. Он не может ни выйти на прогулку, ни поиграть с сыном. Валерий 29, и у него рассеянный склероз. Болезнь, которая поражает нервную систему. Страшный диагноз ему поставили три года назад. Тогда же парень узнал, что лечения от этого недуга не существует. Есть лишь поддерживающая терапия. Я так вот душой могу там сейчас, вот как в душе думать. Да, я сейчас встану и там раз и побежал. А нога от меня не даст этого сделать. Какие-то еще проблемы, кроме ноги у вас есть? Ну вот руки у меня, не руки, а кисти анемевшие. Ну вот левый глаз у меня бывает в веку. Вот так вот раз и это прикроется. Мама Валеры с момента постановки диагноза борется за его здоровье. Сыну нужны специальные средства реабилитации. Реабилитации поручни в ванную, костыли, поддерживающие устройства. На всю эту семью приходится тратить внушительные суммы. Ну я хочу сохранить ему все-таки двигательную функцию. Пусть он ходит. Потому что по баллам, единому по неврологическому статусу, у него 6,5 баллов. Ну это по шкале ЕДСС. Вот. 7 баллов это уже инвалидное кресло. Он прячет свое лицо. Сергей один из немногих, кто с этим диагнозом смог устроиться на работу. Уже больше 18 лет борется с болезнью. Говорит, в его случае поддерживающая терапия значит очень много. Но в последнее время дорогостоящие препараты, одна упаковка около 50 тысяч рублей, выдают с перебоями. Ну у меня еще, как восстановление еще идет. То есть, я не знаю, как поддерживать можно. У меня надежда только вот на лекарства. 3 апреля в Минздраве в Саратской области было совещание в составе первого заместителями министра Натальи Васильевны Мазиной. Минздрав в Саратской области направил письма в адрес Минздрава Российской Федерации о скорейшем направлении к нам тех лекарственных препаратов, которые нам должны были поставить по этой программе. Чиновники говорят, проблем с препаратами нет. Скоро они появятся в аптеках. А вот со средствами реабилитации все гораздо сложнее. Закупка специального оборудования предусмотрена законом. Однако денег на него у областного министерства социального развития нет. И в ближайшее время не появится. Екатерина Молчанская, Гершишилин, Новости, Телеобъектив. Готовиться к празднику в Саратове открылись пасхальные ярмарки. Места для торговли предпринимателям предоставили бесплатным. Как правило, на прилавках куличи, сувениры и другие атрибуты праздника. Правда, ради Пасхи горожанам придется раскошелиться. Продукция на ярмарках не дешевле магазинной. Что и сколько стоит, расскажет наш корреспондент Кристина Трушина. 61 точка. Именно столько мест по продаже пасхальной продукции открылось сегодня в Саратове. В основном это, конечно, куличи. Их по традиции горожанам предлагают. Не только на любой размер, но и вкус. Это три вида куличей от нашего шеф-кондитера. Это классический пасхальный кулич с ванилью и изюмом. Это весенний кулич с цукатами. И очень нежный из деревенского творога творожный кулич. Вы пасхальные куличи покупали уже? Сегодня чистый четверг. Сегодня в бане надо идти. А куличи попозже будете? Куличи попозже. Спасибо. Сами не печете куличи? К сожалению, нет. Я считаю, что если купить, то не надо продукт переводить. Я не умею просто. Торговать пасхальной продукцией на улице разрешили частным кондитерским и пекарням. Поэтому цены на ярмарках довольно сильно разнятся. Например, самый маленький кулич можно купить за 100 рублей, но большой за 300. Мы требуем от участников ярмарок соблюдение санитарных норм. Требуем, чтобы куличи продавались на индивидуальной упаковке, чтобы на них не попадала пыль. Чтобы продавцы имели перчатки, форменную одежду. Городские пасхальные ярмарки будут работать вплоть до самого праздника с 8 утра до 6 вечера. Помимо куличей на некоторых из них можно будет приобрести красители для яиц, наклейки и прочие атрибуты. Правда, оказалось, что требования, предъявляемые администрацией, выполняют далеко не на всех торговых точках. Например, проехав сегодня по городу, мы увидели, что перчатки есть далеко не у всех продавцов, да и торгуют многие из них уж слишком близко к проезжей части. Спасибо, это была Кристина Трушина. Она рассказала об открытии в Саратове пасхальных ярмарок. Переехала пешехода. Страшную аварию сняли камеры наблюдения на улице Горького. На кадрах видно, как кроссовер повернул на перекрестке и сбил женщину. Ее подбросила на капот, а затем иномарка переехала пострадавшую дважды передними и задними колесами. После этого машина остановилась. За рулем находилась также женщина. В ДТП патрульные винят ее. Водитель не пропустил пешехода на зебре. Пострадавшую госпитализировали медики. По их словам, у нее различные травмы и переломы. И первая часть выпуска завершена. Будет и вторая. Смотрите далее. Сегодня в Саратове задержали Вячеслава Мальцева. После этого у оппозиционного политика случился сердечный приступ. Подробнее об этом в других событиях далее в хронике дня. Какая погода ждет саратовцев завтра на Марию Египетскую? Через пару минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. В пятницу 14 апреля в Красноармейске, Марксе, Татищеве и Советском районе облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Кое-где туман. Ветер юго-западный 4,7 метров в секунду. Ночью плюс 5, плюс 10. А днем до плюс 16. В Саратове и Энгельсе пасмурно-ветренный и коротковременный дождь. Температура ночи до 6, а днем до 15 градусов выше 0. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба. По приметам, если на Марию Египетскую большой разлив, то травы будет много. Всем всего доброго и до встречи. О других заметных событиях далее в хронике дня. С ними нас познакомит Роман Базан. Ром, тебе слово. Да, Павел, сегодня в Саратове задержали Вячеслава Мальцева. По данным информационных агентств, оппозиционного политика уже этапировали в Москву. Мальцев подозревается в нападении на полицейского во время митингов в столице против коррупции. Сегодня утром в его квартире прошел обыск. Входную дверь оперативники вскрывали болгаркой. В это время Вячеслав Мальцев ввел трансляцию происходящего в интернете. У меня пытаются вскрыть квартиру. Так что я сейчас всем, всех ставлю в известность, что тут вот налет такой на меня. Ну и по последним данным у Вячеслава Мальцева произошел сердечный приступ, сообщает портал Медуза. Казнить досрочно в американском штате Арканзас решили экстренно привести в исполнение сразу семь смертных приговоров. Все из-за того, что истекает срок действия препарата, который используется для умерщвления. Ранее были случаи, когда вводилась просроченная инъекция, что приводило к ужасным мукам приговоренных. Новую же партию вещества получить уже невозможно, так как фармацевтическая компания сняла его с производства, сообщает газета РУ. United Airlines вернет деньги всем пассажирам скандального рейса. Американская авиакомпания терпит большие убытки в связи с инцидентом на борту. Напомню, перевозчик продал билетов больше, чем вмещал самолет. Трех пассажиров попросили покинуть салон. Врача Дэвида Дау, спешащего к пациентам, полицейские выносили силой. КРИКИ Спасибо, Роман Базан рассказал нам о событиях в стране и мире. Митинг без последствий. Этой весной по России прокатилась волна различных акций протеста. Где-то спокойно, где-то с задержанием участников. Дальнобойщики бастуют уже третью неделю. Любые массовые мероприятия проходят под непосредственным контролем стражей порядка. Что делать, если вы оказались в числе задержанных? Об этом сегодня мы решили поговорить с нашим юристом в студии на московской Виталии Крикуна, а рядом со мной корреспондент Динар Дусалева. Динар, давай рассмотрим первую ситуацию. Человек не участвует в акции протеста, а просто идет мимо. Его задерживают. Вот как вести себя в этой ситуации? Самый главный совет нашего эксперта это сохранять спокойствие. Если вы не пьяны, не дебоширите и не проявляете агрессию, то подойти к вам полицейские по идее не должны. Но если это произошло, снимайте происходящее на камеру. И если вас просят, то вы обязаны проехать в пикет, то есть подчиниться стражам порядка. Ну а как вести себя дальше, расскажет Виталий Алексеевич. Если уже будете задержаны, можете доказать только в письменном виде, фиксируя в своем объяснении под протокол, под запись, что вы делали и каким образом здесь оказались. Во всех случаях, в которых участвовал я, могу гарантировать на 100%. Если гражданин случайно оказывается в местах беспорядков и правильно себя ведет после задержания, его отпускают в ближайшие час-два-три, как только установят его личность, созвонятся, подтвердят. Виталий Алексеевич, а если гражданин не хочет ехать в отделение, он может отказаться? Ответ однозначный – нет. Существует правило, прописанное во многих нормах закона. Если от вас полиция или любое должностное лицо, представитель власти, показывающий удостоверение, от вас что-то требует, то вы должны подчиниться. Хорошо, давайте рассмотрим другую ситуацию, когда человек участвует в митинге. Главное отличие простого прохожего от участника митинга состоит в том, что второй знает о возможности задержания, и он должен быть к этому готов. Как минимум, имеет при себе документы, удостоверяющие личность. За неадекватное поведение и нарушение порядка участнику может грозить штраф до 10 тысяч рублей. Советы все те же самые – сохранять спокойствие, подчиняться требованию. Ну а подробнее расскажет наш эксперт. От вас отберут объяснение, составят протокол и тоже отпустят. Вероятность того, что вас не будут задерживать, очень высока на длительный срок. Но в судебном порядке на 15 суток вас могут задержать. Добавлю, если вам не понравились действия полицейских, то вы можете написать жалобы и отставить свои права в суде. Но, как показывает практика, до этого не доходит. За исключением, если не нанесен вред здоровью. Спасибо. Как вести себя, если вас задержали во время митинга? Об этом мы говорили с юристом Виталием Грекуном и журналистом Динарой Дусалеевой. Нагрянули с проверками. В Балакове полицейские устроили рейды по гаражам. Искали спиртное, которым в последнее время торговали в местных магазинах. Сразу порядка обнаружили тысячи бутылок. Акцизных марок и документов на них не было, а значит это контрафакт. Полицейские изъяли порядка 10 тысяч литров пойла. В основном злоумышленники подделывали дорогое спиртное. А в Саратове правоохранители проверили один из магазинов. В нем торговали спортивной одеждой и обувью известных брендов. Документов на товары у бизнесменов также не оказалось. Футболки, кроссовки и олимпийки полицейские изъяли. В ходе проведения операции контрафакт из торгового появления на улице Политехнической изъято около 400 единиц контрафактной спортивной одежды. Возбуждено дело о административном порушении. Владельцу грозит крупный денежный штраф с конфискацией продукции сомнительного производства. Здравствуйте. Сегодня в центре внимания оказалось заявление министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. Он рассказал журналистам, что сносить хрущевки по всей стране никто не собирается. Это произойдет только в Москве. Если помните, там хотят разобрать примерно 8 тысяч пятиэтажек. Новую квартиру получат более полутора миллионов москвичей. На освободившемся месте появится новое коммерческое жилье, торговые и офисные центры. Причин такого особого положения жители столицы министр не назвал. По мнению же экспертов, все дело в деньгах. Сносить хрущевки в Москве собираются не ради улучшения жилищных условий граждан, а чтобы освободить участки дорогой земли. Причем заплатит за это вся страна. Речь идет о том, что расселять москвичей будут за бюджетный, то есть за наш с вами счет. Спасибо, что смотрятся наши новости. Удачи!